Как известно, в Самарской области проживает много народов, различных по языку, вероисповеданию и культурным традициям. Но не каждый представляет, насколько богат и разнообразен национальный состав губернии. Самара – мини-модель России. Здесь проживают 80% русских, на втором месте татары, затем Мар-2, Чуваши и другие народы. Вся палитра национальностей, которые входят в десятку крупных наций. Самарский край интересен с точки зрения межнациональных отношений. В этом году уже было проведено достаточно много интересных, ярких, самобытных не только праздников и фестивалей, но и конкурсов. Татарские организации отличаются очень глубокой, кропотливой и системной работой. В первую очередь с молодежью. Осенний цикл мероприятий, который мы и планируем обсудить на сегодняшней встрече, как раз приурочен к 25-летию федеральной татарской автономии. И как раз мы хотим обсудить планы, как сделать этот фестиваль, как сделать этот праздник еще более самобытным, более ярким, интересным, глубоким, креативным. В Самарской области проживают около 130 тысяч татар. Каждый год традиционно в Самаре проходят национальные праздники татарского народа. Международный фестиваль «Конкурс татарской культуры МИРАС», что в переводе на русский означает «наследие». География мероприятия растет из года в год в фестиваль поэзии. Сабантует татарский народный праздник. Его ждут и представители других национальностей. Сегодня это многонациональный праздник, укрепляющий дружбу между народами. Впитав уникальные традиции и обычаи, он раскрывает богатую культуру и лучшие качества татарского народа. Представить культурную жизнь многонациональной Самары без этого праздника практически невозможно. Здесь, в парке имени Юрия Гагарина, каждый самарец может увидеть яркие, красочные танцы, попробовать угощения, послушать музыку, посмотреть на самобытные танцы. Ежедневно татарские национально-культурные центры ведут большую работу по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия татар Самарского края, празднование исторических дат, установка памятных досок, выпуск научно-популярной литературы и проведение экскурсий. Выпускаются печатные издания о жизни татар-региона. Проводим много мероприятий. Опять же, большинство направлено на наших детей, на подрастающее поколение, чтобы воспитывать в них любовь, патриотизм к региону, вообще к нашей стране. Россия – это, я считаю, самая миролюбивая страна в мире. И наша Россия – страна, в которой живут, мне кажется, самые добрые люди, растет молодое поколение, самое умное и нравственно воспитанное. Сегодня в Самарской области зарегистрировано более ста национальных общественных объединений. Многие из них получают регулярную методическую, информационную и организационную поддержку, а также бесплатные офисные помещения и залы для проведения массовых мероприятий. При поддержке администрации городского округа Самара каждый год проводится более 200 мероприятий различного уровня – от муниципальных до всероссийских и международных. В последние годы эти праздники собирают огромные аудитории, вызывая большой интерес у молодежи и у подрастающего поколения. Мы очень гордимся тем, что на Самарской земле проводится именно такое мероприятие, большое и значимое для татар, потому что здесь происходит и простое общение людей между собой, прививается любовь к нашим традициям, к культуре, к родному языку. Дмитрий Игоревич Азаров всегда бывает на всех наших мероприятиях. Глава городского округа Самара Лапушкина Елена Владимировна тоже приезжает на это мероприятие. Поэтому чествуем главных активистов, общественников, которые занимаются работой своей. И самая лучшая награда за проведенный праздник, за проведенные мероприятия – это, конечно же, радостные улыбки детей. Большинство культурных событий Самары стали межнациональными. Участвовать в таких конкурсах, праздниках и фестивалях могут все желающие. Славные традиции наших предков и сегодня бережно сохраняются, а все национальности вместе приумножают прекрасную традицию дружбы, взаймопомощи, взаймовыручки. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok